Чем совершеннее и дороже становятся смартфоны, тем больше на них спрос на подпольном рынке. Иногда и сами белорусы своей беспечностью помогают ворам мобильных устройств, например, оставив гаджеты без присмотра. За прошлый год зафиксировано около тысячи краж мобильных телефонов. Это в полтора раза больше, чем в 2018. Как сохранить свои смартфоны и что делать, если уберечь их не удалось? Наш корреспондент Вероника Гамзюкова искала ответы на эти вопросы. Кражи мобильных телефонов. Нечистых на руку граждан прельщают не только дорогие и модные девайсы. Мошенники всех мастей на что только не идут, чтобы завладеть чужим имуществом. Это видео с камеры наблюдения в Мозырском клубе. Нигде не работающий мужчина не учел, что его снимают. Залез в женскую сумочку и похитил телефон, сигареты, банковскую карту и ключи от квартиры. Вернувшись с танцпола к столику, хозяйка сумочки обнаружила ее на столе. Заглянув внутрь, некоторых вещей она не увидела. Посетительница клуба сразу же обратилась в милицию. Мужчину нашли. При этом он даже не стал скрывать факт кражи и предъявил похищенное имущество. Заветная мобилка зачастую становится объектом преступного посягательства прямо на улице. Пострадавшими становятся люди с рассеянным вниманием, либо те, кого отвлекают намеренно. Как правило, специалистов своего ремесла привлекают незастегнутые карманы, открытые сумки, телефоны оставленные где бы то ни было без надзора. В 2019 году на территории области было совершено более 900 краж мобильных телефонов, что почти в полтора раза больше, чем в 2018. При этом почти 600 краж были совершены в общественных местах. Людям, которые владеют сотовыми, необходимо пользоваться определенными правилами. Первое. Это, конечно же, не оставлять свой мобильник в общественном месте. То бишь, на скамейке или же где-то еще, где вы посещаете бары, рестораны, не забывайте забирать мобильный телефон со стойки. Второе. Это, конечно же, не давать незнакомым людям звонить сотового телефона на улице в общественных местах. И третье. Не носить сотовый телефон в карманах брюк, где-то во внешних карманах рюкзака, сумки, потому что он может стать очень легкой добычей преступника. Если же вы нашли мобильный телефон, обязательно сообщите о находке в милицию. Так вы не только поможете пострадавшей стороне, но и обезопасьте себя от возможных последствий. В случае, если вы нашли сотовый телефон и не предприняли мер, чтобы вернуть владельцу или же передать в органы внутренних дел, то вам может грозить как административная ответственность, так и уголовная, в зависимости от стоимости самого аппарата. Как отмечают специалисты, раньше краденные телефоны перепрошивали и пытались продать. Сейчас производители стали делать гаджеты более защищенными. Например, чтобы взломать защиту айфона, придется выложить не меньше 150 долларов. И это не конец. После перепрошивки телефон запросит пароль к учетной записи, которой воришка не будет знать. И это еще один повод для мошенника обратиться к помощи специализированных мастерских. Сознательные мастера, они просто сообщают в органы, и этим человеком занимаются дальше милиционеры. Потому что очень часто они предлагают выкупить этот телефон на запчасти. Как только вы вставите туда сим-карту, его имейн номер, который является уникальным для каждого телефона. Если телефон находится в списке пропаж, то по этому уникальному номеру имейн его органы найдут, как только человек вставит туда сим-карту. Инженер по ремонту мобильных телефонов Антон Чемиза вспоминает. Раньше случаи перепрошивки телефонов вплоть до имейна были достаточно распространены. Сейчас же достаточно сложно найти того смельчака-мастера, кто решится за это взяться и вступить в конфликт с законом. Из рекомендаций это всегда запоминать свою учетную запись, что касаемо iOS, что касаемо Android-устройств. Потому что в моей практике постоянно приходят люди с какими-нибудь проблемами. И после этих проблем, например, нужна перепрошивка телефона. И после прошивки они не знают свою учетную запись и фактически остаются с кирпичом вместо телефона. Хотя проделанной работой мастеры уже очень достаточно много. Поэтому это будет полезно как для себя, так и для дальнейшем, если человек потеряет телефон, либо его украдут. Ну и для сохранения, опять же, информации. То есть учетные записи нужны для того, чтобы у вас всегда была ваша резервная информация. Какие-нибудь фотографии, контакты и прочие данные. И напоследок еще один простой полезный совет. Найти утерянный телефон поможет геолокация, если ее, конечно, включить. Заходите в поисковик, вводите соответствующий запрос и отслеживаете местонахождение вашего телефона. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук. Специально для программы «Дефакто».